Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакштиев Дмитрий, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. Упорото... упорото, не упорото, прохождение получается у нас. Давайте выйдем из симуляции и вернемся в настоящее время, чтобы пообщаться с ребятами там, наверху. В реальной жизни, по мнению этой игры. А вот, допустим, на Виту вышла игрушка, да, вот про женщину-ассасина. Она вообще позиционируется как игра, выпущенная Абстерго. То есть игра, компьютерная игра в компьютерной игре Assassin's Creed под названием Assassin's Creed, выпущенная Абстерго, бла-бла-бла. Типа того. Давайте пообщаемся с ней. Всем работаешь? Помогал, возился. Я знал, что она гемафродит. Просто я хочу, чтобы вы знали. Даже если я ругаюсь, там, я ценю то, что вы для меня сделали. Ты правда думаешь, что мы найдем тут ответы? А теперь микрофон пошел в дело. Может. Болтать с предтечами, то еще веселье. Представь, каково это им. Ммм, подслушиваешь. Они старше нас на десятки тысяч лет. Их интеллект превосходит наш на много порядков. Абсолютно другой язык, абсолютно другая культура. Нам везет, что они вообще разговаривают. Не знаю, почему у них все так сложно. Если им от меня что-то надо, пусть просто скажут. Сам думаю о том же. Кажется, Юнона с Минервой в чем-то расходятся. Я изучаю все, до чего могу дотянуться. Но, может, ты найдешь что-нибудь, что прольет свет на загадку? Что там между ними? И почему? Давайте сходим к Шону, теперь поговорим. Хотя, по сути, мы сейчас, по-моему, с ним и говорили. Или с отцом. Лучше пообщаться. Да. Просто поздороваться. У тебя есть более важные дела. Боже, отец. Что? Что мне сказать? Не знаю. Привет. Привет. Так дела. Чем занимался? Я знаю, чем ты занимался. Ничем. Тратил время в дряной квартире на бесполезную работу. Пока остальные сражались в попытке изменить мир. Ты просто гад. Что, опять меня ударишь? Учти, я дам сдачи. Вернемся к работе, ладно? Потрясающе, по-моему. Общение на высшем уровне. Давайте с Шоном поговорим. Гляньте-ка. Что такое? Это что? Я бы сказал, это счетчик. И думаю, можно предположить вот что. Когда эта штука опустеет, наступит конец. Скажи, Дезмонт, только честно, как на духу. Как думаешь, мы выживем? Не знаю. То есть, задачка непростая. Если уж предтечи не смогли спасти мир, то что нам-то остается? Ну, время есть. Меньше двух месяцев. У них были десятки лет и уйма ресурсов. А хуже всего, мы ж знали, что так будет уже сотни лет назад. История повторяется. Предтечи были так заняты войной с нами, что никто и не заметил, что творится. Получаем предупреждение и бежим мочить тамплиеров. Надеюсь, то, что за дверью, все изменит. А если нет, мы хоть попытались. Я возвращаюсь к работе, что и тебе советую. Ну что ж, да, пожалуй, так и поступим. В общем, разговоры... Это приятная деталь из игры, которая осталась на месте. Правда, вот... Отец у нас такой же упоротый индюк, допустим, как все местные персонажи. Возвращаемся в анимус. Блин, нравится симуляция эта. Не знаю, я бы не смог, наверное, так спокойно бежать вперед. Не знаю, что там впереди. Ладно, пойдем выполнять задание. Наконец уже. И опять эта музыка. Веселая музыка оживленного кабака в Бостоне. Наравне с запахом алкоголя, пота. Примись с говном периодически. Приветствует нас в этом заведении. Ну и вот они, наши ребята. Под цветом... Свечи. Проникновение в Саутгейт. Давайте начинать. Греческий герой-балан. Господа. Кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой-балан. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись с друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хе-хе-хе. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обосс. А, обосс. Ну что ж, сделаем. Что-то как-то опять у него... Он хороший стратег, видно. Но у него какие-то планы все время мудреные. А нам выкручивайся. Исполняй. Притворяй его планы в жизнь. Вот всегда так. Ливень. Так, обосс... Нет, это не обосс, это... Карета с пленными. Обосс скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Так. Король поощряет образование в колонии. Уголон от нас. Телега перевернулась. Оба смысле. Что делать? Как жить? Так. Нужно подобрать винтовку. Тихо. Они сейчас остановятся. Баляха-муховы. Гляньте, сколько их тут. Кто за черт? Тысяча извинений, господа. У нас тут произошла маленькая поломка. Так чините и живо. Да, сэр. Сейчас. Бам! Привет! Странно, что я не попал сейчас. Хе-хе-хе-хе. 13 целей. Да ради бога. Что, неждальщиком прилетело? Давай. Все, всех положили. Врасплох получилось застать. Надо бы пистолет перезарядить. Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуете за нами поодали. Будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Что за дама? Нет. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутии. Развижу. Конечно. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово. Что-то мне подсказывает, что он даст слово, она даст себя, и все будет хорошо. Есть укрепление. Франко-индейская война. Вот про это надо прочитать. Вы мне много чего говорили. Не читай, не читай. Как всегда, короче говоря. Сначала 20 человек скажут не читай, потом 50 человек скажут читай. Но вот это... Я сейчас покажу вам. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все. Нажим-ка идти на паузу. Я тоже сейчас нажму на паузу и прочитаю. Я прочитал. Интересно. Очень интересным языком здесь это все рассказывается. Так, пробраться в форт незамеченном. Противник. Бежим. Я атакуем? Нет, нет, нет. Пусть Джонатана Томас все устроил. Как скажете. Как-то мало стражей. Не веришь. Да или хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Три стражника всего лишь перевозят пленных Афиней. Тела останутся здесь, в кустах. Кукурузы. Это ведь кукуруза? Кукурузное поле вроде как, да? Или нет? Могу ошибаться. Лейтенант Джонс. Я бы сказал, где, что, да как. Л-2, чтобы атаковать до того, как вас обнаружили. Атакуем! Отлично же. Вперед, 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 вперед. Серьезный человек этот наш. Хейтем. Одним словом, убил семерых только что. Или шестерых. Костлявый. Черт. Вот вам привет от Рокстара. Собачку мы только что захреначили. Криком не подпускайте. Чучело. Чучело. Впереди серьезный патруль. Дай-ка взгляну до того, как Сайлос использует. Надо ближе подойти. Ближе, 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 ближе. Бою! Конечно. Будет в башке дара. Да ну бред, я же нажал раньше. Или до того, как красный треугольник станет. Тогда нужно нажать. Просто сейчас нас обнаружили из-за того, что среагировали только те, кто в кустах сидел, допустим. А те, кто передо мной шли, им было плевать на все. Ну ладно, ничего страшного. Сохранение совсем рядом здесь, если что. Черт. Не подпускайте! Раз. Передавай привет Костлявый. Костлявый. Вот видите, он встает строй. А где патруль? Он же был только что. Непонятно. Лошади, кстати, сами везут. Узды у меня нет в руках. Опа. Борю! Конечно. Одно слово, и я перебью всех. Отлично. Эй, погоди-ка. Этим было плевать, да? Ты кто новенький? Чеймз Ван. Атакуем! Атакуем! И минус 20 человек сразу же. Ну что, идет? Все чисто! Да, узды в руках нету. Лошади сами думают, когда ехать, когда стоять, куда ехать и где стоять. Так, трое теперь сзади, двое спереди ведут нас. А вот это уже проблема, потому что двое на стене, трое даже на стене, а может и больше. Они могут спокойно вести огонь со стены. Стой! Стою, стою. Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Узда в руках теперь. Конечно. Поводья, в смысле. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставь ее. Но она нас выдаст! Не выдаст. Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос. Убьем его. Убить. Будете готовы, дайте знак. Ну что ж, совершите последовательное скрытное убийство. Из-за угла выполнено три. Незаметно освободите пленников. Что ж, хорошо. Вперед. Вперед, вперед. Так. Один нырнул в сено. Минус. Вперед, 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 вперед. Идем, 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 идем. Тихо. Офицеры весьма умелые враги. Они гораздо лучше ведут. Что-то там я не увидел. Что? Да, отлично все. Что за херня происходит? А вы кто, чтобы мне приказывать? Добрый друг, мистер Татья. Ха-ха-ха. Базар у них, мягко говоря, такой. А если бы иди или... Никакой. Иди сюда. Первый. И первая партия пленников. Так, отлично, освободил. Тихо, 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 уходите отсюда. Очень тихо. Ну-ка, давайте глянем на заданицы. Последовательные скрытные убийства из-за угла. Из-за угла? Вот чёрт. Спать. Вот чёрт. Вот и всё. Дисинхронизация. А я не знаю, на что я рассчитывал, когда на глазах у всего, грубо говоря, форта убил их повара и двух солдат, которые его охранили. Я не понимаю, что за последовательные скрытные убийства из-за угла. Честно, что за... Вперёд. Теперь я ускоряюсь. Чёрт возьми. Так, ладно, этих я знаю, как освободить. Двинься. Кто пленники, да. Привет, дружище. Просто подойди сюда. Привет. Отлично. Освобождаем их. Ну вот, красота. Отправляемся к следующим. Так, 67 метров. Следующие пленники на корабле. Спать. Спать, 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 спать. Дай-ка только посмотрю, что у тебя тут есть. Освобождаем вторую партию пленников. Отлично. Осталась последняя, они на корабле. И нужно будет убить ещё генерала. Так, привет, ребятки. О, чёрт. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Заподозрят, что ли? Тут никого нет? Нет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага. Вот таких вот убийств нужно. Три штуки. Два раза я это провернул. А, в смысле, один раз. Ага. Жалко, здесь больше нет никого. Вижу одного ублюдка на корабле справа и одного слева. Тихо, 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 тихо. Он куда пойдёт? Вот куда он пойдёт? В обход он пойдёт. Да? Ну же. Чёрт. Там возле пленников ещё один. Куралесит. Тише, тише. Давай-давай, иди сюда. Тебя так положим, что никто и не увидит. Оп. И сидеть. Так, осталось последнего. Так же ушатать. И всё. Тихо, 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 тихо. Он умеет цвестеть у нас. Иди сюда. Иди сюда. Тихо. 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 Вот так вот. Отлично. А-а-а. Чёрт, подождите. Нужно найти и убить генерала. Где мы его с вами найдём? Это просто гениально. Ну да, где найти генерала? Где-то здесь должен быть. Не на корабле же. Или на корабле? Нет, он где-то в палатках, явно. Тихо. Маршрут нужно запомнить свой, чтобы они не заметили и не заподозрили меня ничем. Так, там свои, что ли? Да, кажется. Там ты идёшь, посмотрим, что ты скажешь. Тихо. К тому же, эта форма явно не для здешних мест. На мороз танка на жару тяжела. Это и есть генерал? Нет, ни хрена. А может мне их просто освободить, а потом генерал появится? Это более вероятно. Тихо, 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 тихо. Давайте так и сделаем. Освободим. Потом начнется потасовка, будет сигнал. И скорее всего генерал появится, мы его убьём. А, нет, так нет. Так, всех троих освободили. Теперь. Теперь, по идее, мы должны подать сигнал. И вся наша бригада... Вот он, вот он, да, вышел. Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чьих это рук дело, и полетят головы. Но сперва, сперва разберёмся с этим. Как-то сейчас его озвучили вообще безэмоционально. Закрыть ворота! Тех, кто попробует уйти, убить. Плевать наших или... этих. Убейте любого, кто бросится к воротам. Вам всё ясно? Хм. Сигнала мы не подали. Но месить начали зато. Да, генерала мы не нашли, не убили. Да как-то и плевать. Воу, воу, что? Когда стрелковый цепь готовится, открыть огонь, нажмите икс. Окей. Чего? Подожди, подожди, давай. Стрелковая цепь, ну? Готовьтесь. Давайте. Опа! Хе-хе-хе. Второе... Второстепенное задание тоже не выполнили, но с первого раза. Не умею. Не упустили цепь. Только со второго. Ну, плевать. Вот урод. Да сколько... Сколько раз ему можно полоснуть по горлу, блин, с мяча, чтобы он умер наконец? Аллилуйя! Хе-хе-хе-хе. И? Последние солдаты. Вот гад. Давай! Последние. Нет, не последний. Не, а, не последний, нихрена. Атакой. Да кто кричит это? Нет, правда, кто кричит? Это, я так понимаю, можно было без вот этого месива обойтись. Или как? Ну, то есть, если бы мы генерала нашли... То он бы не поднял бы тревогу, и мы бы сами атаковали. Да так, чтобы... Че он стоит, как оловянный солдатик? Да так, чтобы застать врасплох. А тут у нас чисто... Чистое месиво. Вообще, что мне надо сделать? Идите в баню. Мне надо, по-моему, того ублюдка убить. Пропустите. Пропустите, пропустите. Опа. Я у нас два. Хорошо, что вы здесь. Ха-ха-ха-ха. Вы кто? Я Хейтем Кеннери. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово Сайлесу. И я его сдержу. Лаконично. Как они любят. Пленников мы спасли. И то хорошо. Эй, ты же убежала. Так. Выдавили лыбу друг к другу. А теперь что? А теперь жизнь удалась. Полагаю, не очень долго. Угу. А потом на автопати. Часть вторая. Проникновение в Саут-Гейт. Не выполнил я. Две. Да, дополнительные миссии. Ну и плевать. Таинственный гость. Получено достижение. Непонятно за что, правда. Ну ладно. Юплей. Ненавижу его. Прошло несколько лет до сих пор, как мы освободили Магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но увы. Мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Лине сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам. Надеюсь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найда ее, я найду и ответ. Так что? Я жду. Надеюсь, что скоро начнется настоящее дело. Ты не ждать должен. Ты ее найти должен. Все это мы затеяли, чтобы индейцев на свою сторону привлечь. Ну то есть заслужить их доверие. А тут так получается, что все нас игнорируют. И сами мы ничего найти не можем. Часть третья. Бостон, 1755 год. Зима. Зима, это, конечно, здорово. Я ее очень сильно ждал. Особенно охота в лесу зимой на медведя. Но это все будет в следующих сериях, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok